Всем кусь, ребят, с вами Леоми, и добро пожаловать в предпоследнюю нарезку по затмениям на Мерсе. Сегодня предстоит пройти шестое и седьмое затмения, с которых и начинается, на мой взгляд, уже настоящий челлендж и серьезные усложнения, ведь все затмения до этого ощущались не столь жестко и приносили не такие резкие изменения по итоговым ощущениям от забега игры. Не забываем, конечно, и про дополнительно мои ограничения, в которые входит запрет на использование лунарных монет, а также полей пустоты, то бишь воида. А также после пятого этапа обязательно идти на Митрикса, а не глупо, а в бою с ним не злоупотреблять ареной, а точнее мостиками, с которых босс слетает, ну и колонн, до которых он в принципе не достает. Кратенько напомню также и о предыдущих затмениях. Во-первых, стартовое здоровье при появлении лишь 50%, во-вторых, зона телепорта всегда уменьшена в два раза, в-третьих, урон от падения удвоенный становится летальным, аналогично артефакту хрупкости. Ну а в прошлой серии к этому добавилось еще ускорение движения монстров на 40%, а также понижение эффективности любого вида исцеления нас и наших союзников в два раза. Все это вместе начинают уже ощутимо сказываться в забеге, однако впереди будут еще более жесткие усложнения. Не забывайте поддерживать видео лайком, если оно вам нравится. Ну а мы приступаем к шестому затмению. И в этом затмении теперь получаемое золото с врагов снижено на 20%. Очень важно, это касается именно врагов. Количество золота с алтаря крови или бочек, как от фолианта гора, остается таким же, что соответственно немного повышает ценность этих объектов и этого предмета, на фоне сниженного золота из монстров. Своё впечатление от этого затмения и некоторые выводы я озвучу в конце его прохождения. Ну а мы пока что плавно переходим к первой попытке. И в первом же забеге меня встретила совершенно забавная ситуация. Дело в том, что обратите внимание на мое золото, 21 монетка. Я убиваю жука, и у меня 21 монетка остается. Да, я понимаю, что этот моб появился еще. На локации был изначально, и такие существа дают значительно меньше золота. Но тем не менее, в обычной игре мобы как минимум одну монетку уже всегда дают. Здесь получилось так. Не слишком критично, но тем не менее, просто забавное наблюдение. Первым предметом же мне попали семечки. Даже на персонажей, которые хорошо их прокают, на самом деле я не большой фанат этого предмета. Тем более, когда у нас затмения идут, и здесь нужен какой-то откил посерьезнее. Замерца, который средний, наверное, сочетается с этим предметом. Небольшой я фанат, ну, хотя бы что-то, наверное, да? Хронобабл, который мне особо не поможет. И мишка, в принципе, тоже хоть какая-то выживаемость. Первым боссом я пас каменный стан. Сразу я понял, что он находится все-таки далековато, и сразу его бить не стоит. Сначала лучше отвезти его поудобнее поставить, и потом уже бить. И тут, к сожалению, я неудачно прошелся по волне огня от огненного виспа, и в итоге надамажился очень сильно. Здоровья восстановить как-то адекватно я не мог. Видите, мое восстановление вместе с семечкой. И в итоге просто телепорт превратился в сущий ад, в котором практически было, ну, уже некуда мне деваться, и выстрелом сзади меня все-таки добили. Первая попытка обмечалась неудачей. Однако предыдущий забег все-таки был, я бы сказал, непоказательным. Потому что здесь новое затмение особой роли не сыграло. Просто дело в том, что как-то я неудачно отыграл на телепорте, скажем так, и из-за своих ошибок слился на первом же этаже. Не очень приятно, но да ладно, бывает. В следующий раз мне игра дала розовый щит первым предметом. Скорее всего пойдет повтор сырье. На Митриксе порой, кстати говоря, он даже пригождается, поскольку я частенько получаю урон именно когда бегаю. Тут я увидел сундук с аптечкой, решил, что тогда стоит, наверное, прожать алтарь крови и надеяться на то, что меня здесь отхиляет. Из, собственно, аптечного сундука, хилищего, выпала, собственно, именно аптечка, еще плюс энергетик. Хороший приятный старт по предметам. Есть и дамаг, учитывая, что у меня выпал бензин. Не перестану я этого повторять, не устану, что бензин один из самых желанных белых предметов в начале игры. Боссом в этот раз попалась Королева Жигов, которая не очень удобно стоит, вроде как и в зоне телепорта, но все-таки взгромоздилась она не лучшим образом. С другой стороны, здесь для меня не могут достать порой некоторые мобы. Хотя основные проблемы все равно доставляют, как правило, виспы или мурианцы на этом этапе игры. С другой стороны, опять же, у меня есть бензин, который позволяет таких мелких мобов как раз-таки очень хорошо выносить. Плюс еще вливать достаточно достойный урон в босса за счет бензина. Но, конечно, аптхила здесь не хватает катастрофически, потому что одной аптечки на этом этапе, к сожалению, на затмениях недостаточно, чтобы нормально отхиливаться. Если в обычной игре базового регена и одной аптечки хватает этажа где-то на три, вполне себе спокойно за плюс-минус любимого персонажа, то здесь уже на первом возникают, конечно же, трудности. Выпал из босса мне пирохопу. Тут я пытался аптечку прокать от удара лемурианцев по одному удару и потом отхиливаться, но быстро понял, что, по-моему, это не особо профитно. Даже если это приносит небольшой отхил, все-таки звучит слишком заморочисто. Попалась мне нога, до этого я где-то еще подобрал пули. По предметам отлично, взял еще стрелкового дрона, который, в принципе, с большой равенствием может дожить до конца забега. И тут я в алтаря кровью встал, но он был на 75%, и, к сожалению, я не смог его поражать, потому что здоровья у меня просто не хватало. Такие ситуации, конечно, иногда возникают. Отхила просто не хватало, и я никак не успел восполнить себе здоровье. Здесь произошла такая забавная ситуация. Я сразу увидел кнопку, решил вынести поэту мова, чтобы они мне не помешали, и нажал кнопку бочечкой этой. Редко я это делаю, но тут они так удачно все это заспавнилось, то почему бы это не использовать? Это, конечно, занимает какое-то время, но, тем не менее, банды того, скорее всего, стоят. Это один из основополагающих дамагов на Митриксе. В затмениях для меня был. Красивый разнос просто за счет и бензина здесь так все красиво прокается, уничтожается, проблем каких-то не доставляет. Единственное, что надо было, конечно, пойти сразу же за бандами, потому что не после телепорта туда идти, а сразу, поскольку время, пока я находился бы там, время, которое я туда бы потратил, оно бы не ушло бы никуда. За это время игра бы копила очки и наспавнила меня потом на выходе мобов. Крайне агрессивные, бешеные, быстрые, быстрые лемурианцы здесь. Сейчас как раз таки чувствуется эффект от затмения, какого-то четвертого, что ли. То, что они реально, вот казалось бы, просто скорость бега повышена, но ощущается, что они словно агрессивнее, в принципе, сражаются против себя. Не просто там догоняют или что-то такое еще, а с ними труднее бороться становится вообще. Брошь с напазом тоже очень хороший предмет, хоть это не отхил, но, тем не менее, она выживаемость сильно себя повышает, и, в принципе, ее на пару этажей тоже вполне себе хватает. Там я видел большой сундук, и сразу решил побежать, что на телепорт уже пора бы. Тогда, наверное, раз у меня еще найдется куда здесь деньги потратить, стоять там уже было бы как-то неправильно. Попался мне каменный стан, ляпота, остается только его немножечко поближе сюда привезти. В это время можно забегить его, пока побить. Собралась здесь толпа у меня у босса, открыл я сундучок, и пошел всех остальных разгашек. На самом деле, лазера Титана я не боюсь, даже если он начал атаковать, и мне некуда деваться, замерся без бронепластин. Проблемы он обычно не доставляет. Красиво разнеслись столпом оба от бензина, и в итоге Титана, в принципе, я добил без каких-либо проблем, получив из него метку смерти, и кристалл средоточия, между прочим, в том числе, из сундука попался. Уже начинаю стагать дамаг. Пошел я, собственно, в пещеру. На самом деле, хоть эти ли варианты, вроде как, не так скелятся, как обычные элитки, не знаю. По крайней мере, у них здоровья, как видите, очень мало. То есть, они не ощущаются, как обычные элитки этого типа моба. Но они, собственно, особые немножко. У них есть и банды в руках, которые они прокрутиться адекватно не могут. Тем не менее, все равно, сблизи на них страшновато смотреть, потому что все-таки их залп с огненных шаров задамажит просто низ того мощно. Плюс еще только недавно я узнал, не задумывался об этом раньше просто, что оказывается, их атака дальняя с шарами, как и атака, например, капитана основная, как и атака у команды, у него понижается урон издалека. Поэтому для дальних персонажей, если попадает их шар, то он далеко не такой болючий, как попадет сблизи. Не говоря о том, что сблизи они могут попасть нескольких шаров. Получил я фрукт. Плюс еще и к фрукту мне попалась топливная батарея, что, конечно же, приятно, хоть фрукт и ослаблен у нас затмением, но помогает он все равно очень даже. Бочечку в конце этажа, конечно же, я прожал, которая дала мне адекватное количество золота. Ну, золото с нее просто не уменьшено на затмение, соответственно. Стрелковый дрон таксиформе ожив, и я решил полечиться грибочками. Почему бы и нет? И посмотрите, как они медленно меня хиляют. Хотя, казалось бы, две пары грибов у меня было. Но затмение, конечно, делает свое дело. Я решил просто потому, что все равно мобов у меня практически на спавне нет. Чего бы не подождать. Все равно где-то мне придется постоять, скорее всего. А здоровье все-таки дополнительное мне добавит комфорта. Разнес мне большую пачку мобов, и нашел еще один кристалл. Стакаем, продолжаем дамаг. Частенько можно что-то сказать, что у меня попадаются кристаллы, однако я могу сказать, что это из-за того, что, в принципе, я регулярно защищаю та же целиком. Красиво взорвал специально бочки. Регулярно я этим местом пользуюсь, они здесь спавнятся, и можно так немножечко где-то продамажить. Не то, что это много смысла, но в этом есть некоторая эстетика. Скинул я метки смерти, потому что на прилупе они очень редко реализуются. На Митриксе работают они, кстати говоря, тоже не идеально, потому что Митрикс умеет рывками сбрасывать с себя дебафы, о чем я тоже узнал, на самом деле, только недавно, когда начал читать кое-что, хотел узнать про Митрикса. Хотя в одном из предыдущих забегов как раз-таки был такой момент, что я метку смерти прокал, и сразу она слетала. Я не мог понять, из-за чего это работало так. Оказывается, Митрикс просто сбрасывает с себя дебафы, в том числе и ее. Поэтому даже если ты ее реализуешь, не скажу, что она прямо идеально работает против этого босса. Горшки попались боссами, не очень приятно. Сразу, естественно, сваливаю, и поскольку там была такая толпа, то первый горшок хоть и упал, но отхиляется совершенно знатно. Однако, когда два горшка рядышком, как я уже говорил неоднократно, удобно это делать, чтобы они в свои верхние атаки просто попадали друг по другу и не наносили особого такого вреда. Не говоря о том, что тот же огненный банк, например, хорошо прокать в толпе. И тут, по мне, хорошенько прошла все-таки верхняя атака, как-то ощущала из себя безопасности, а так-то зря. Но благо пять аптечек, которых я набрал к этому моменту, да-да-да, огромное количество, плюс еще фрукт. Немного меня быстро так засейвили, хотя и не до конца даже отхиляли. Опасная была ситуация, но все-таки я справился. Попался мне боевой урок. На самом деле, я бы сказал, что я его немного недооцениваю, этот предмет. Хотя с отхилом, с такой активкой он не так нужен, как, например, с активкой атакующей, вроде особенной интерфейса окуляра на 100% шанс крита. Или, например, кстати говоря, творением горога в том числе. На следующем этаже мне неприятно со старту заспаунился старейший залибрианец. Лучше бы, конечно, попался какой-нибудь босс, но игра бывает спавнит и такую гадость. Хоть он, конечно, ледяной попался, самый лайтовый, тем не менее, у него дамага очень много, и вот буквально немножечко, попавшись на его ближнюю атаку огнем, я уже потерял больше половины хп. Поэтому здесь, конечно, надо быть просто крайне аккуратным. При этом ко мне еще сзади дополнительно подошла медуза, и я долго-долго корячился с этим ливарианцем. Но я решил, что лучше его так снести сразу, чем он будет за мной гоняться везде. Потому что он меня не отпустит. Он быстро бегает, и потом он докучать будет еще больше, особенно на техном телепорте. Неприятно бить такие толстые элитные цели, когда они поодиночке, потому что не работает ни бензин, ничего такого. Я не знаю почему, но когда толпа таких элитных мов, например, големов и так далее, почему-то контролить их проще. Сражаться с ними морально проще. Здесь классический такой уход с Эрки. Достаточно легко это делается, потому что все-таки она тебе суммарно дает 1,9 секунды инфреймов. Я нашел перепелку. Шикарный предмет, трудно его вообще переоценить за Мерса хоть как-то. Зато игра мне здесь заспавнила целую пачку големов как раз-таки. Вспомнишь, как это самое, да? Вот и оно. Пара элитников, самых неприятных, какие только могут быть. Я решил тоже, что с ними надо разбираться здесь и сейчас, не оставлять их на потом. Собрал их толпу, и, как я и говорил, с толпой гораздо приятнее разбираться. Иногда проносит 3-ю атаку ЛКМа, с шифтом в том числе, хоть шифт изначально. Не то, чтобы для дамага служит, но когда на самом деле такая толпа, особенно играя с честью долгое время, замерся регулярно. Я ощущал, что именно шифт вносит много профита на телепорте, учитывая, что задевает целую толпу мовов. Обычно лемурянец откисает без проблем. Банда делает свое дело. Медуз, конечно, не стоит убивать церки, потому что они, собственно, взрываются. Только если ты хочешь, чтобы она просто исчезла. На телепорте попалось пара каменных титанов, правда, один из них заспавнился наверху. Второй же внизу, я решил сосредоточиться пока что на этом. Мне показалось, что нет смысла особо идти за тем, если он находится вне зоны телепорта. Да, я могу его убить сейчас, выйдя из зоны телепорта на какое-то время, да, и он не будет мне докучать своими атакными руками. Я подумал, что лучше уж тогда я его могу вынести спокойно и после зарядки телепорта, как бы меняя шило на мыло. В любом случае, по времени выйдет столько же. Но повезло так, что он вообще спустился ко мне потихонечку. Я специально не атаковал, чтобы он как раз и не бил меня лазером. Хоть телепорт зарядился раньше, но тем не менее, титан уже был практически при смерти. Пока я там бил еще титана наверху, по мне попал грибочек, атаку которого я заметил. Сейчас я уже за этим больше наблюдаю и учитываю такие ситуации. Из титана выпала титаническая шишка. Приятный предмет на отхилл. Немного поискал я предметы на этаже. Что-то там по мелочи нашел. Зубы, может быть, нашел, как раз написано на чате. И тут еще нашел в том числе бочечку, которая хоть сколько-то, но тем не менее, там 43 монетки те же. Почему бы и нет, пригодятся, я найду им применение. Попался золотой алтарь на пятом этаже, но, конечно, даже если я хотел туда пойти, я не могу, поскольку далее я попадаю в луб. Боссами попались мне из магового червя колобок и колобка. Забавно, что у меня получилось его вдемяшить в пол сейчас, но это не добило его. Но снесло ему половину хп. Так что, в принципе, это того явно стоило. Однако добивать у него пришлось мне его не так эстетично, просто по классике бандами. Немного неразборчивая ситуация такая была из-за его текстуры. И вот здесь красиво я, конечно, так достал специально с банда по лемурианцу. Правда, банд, по-моему, там не банды, точнее, встретил так ЛКМ, но банд не прокнулся. Показательный родитель, просто чтобы посмотреть на мой дамаг в одиночную цель. Но надо, конечно, учитывать, что это с учетом прока бандов. Попал старший родитель боссом, червяк, до сюда добрался. Родитель за спавницей не очень удобно. Неговорочки. Помогает мне толпа висков, соответственно, с проками бензина. Стараюсь я иногда прятаться от других мобов за родителем, не тусить в одном месте, поскольку, опять же, грибочки. Но место, конечно, дико неудобное. Мало, мобов целая куча. Босс внизу на телепорт. Здесь я не был уверен, сколько на мне стаков огня, сколько дебафа. Поэтому я решил все-таки, что, наверное, лучше я отступлю ненадолго. Хотя, на самом деле, я мог спокойно его и добить. Но я решил все-таки не рисковать. Плюс еще, пускай родитель там всех остальных мобов испепеляет. На самом деле, наверное, один из самых простых боссов. Как ни странно. Вроде выглядит так грозно, но он позволяет легчайше защитить зону телепорта. Сам по себе не сильно атакует. Тут я увидел дрона, стрелкового. Мой-то дрон уже помер где-то. Я подумал, что этот стрелковый дрон стоит того, чтобы немного времени потратить на убийство грибочка и купить его. Добраться на митрик, соответственно, мне классическим способом замерзся не было никаких трудностей, потому что у меня было просто три пера, три энергетика, нога, комфортнейшая скорость бега. Другое дело, что у меня таймер 42 минуты был с лишним. С учетом того, что я скиднул зарядку колонн. Всему виной, конечно, во-первых, то, что я предпочитаю лутаться хорошенько, зато набирать сильный забег. И, конечно же, то, что минус 20% золота заставляет по итогу приходить, скажем так, таймер тебе повышают. И битва с митриксом, конечно, становится намного опаснее. 95 тысяч хп у него было со старта, так еще и бафается постепенно. Он очень толстый становится. И тут, конечно, безумно ценятся уже проки такие, которые не плоского урона какого-то, а именно, что как банды. Благо, два ледяных у меня нет. Ой, два ледяных у меня банда было. Ноговорщики, опять же. В последнее время мне даже, в принципе, на самом деле, ледяные банды нравятся, наверное, больше. За большинство персонажей, по крайней мере. Потому что даже за какой-нибудь мерса у меня серьезных проблем с толпами нет. Даже за команду, наверное, нормально. Хотя за команды банды пропать не так, конечно, удобно. Целый митрикс такой же, как был раньше, просто становится жирнее, соответственно, его атаки больнее. И если атаки, которые тебя раньше ваншотили, остаются такими же страшными, то атаки, которые были не на фулл-кп, начинают сносить, соответственно, больше. Плюс, что очень неприятно, это то, что начинает спавниться, соответственно, больше химер. Тут я немного сначала за колонной постоял, чтобы химеры заагрились на моих дронах. Здесь опять же так отходил, и чуть по мне не прилетел этот шарик. Благо, я иду всегда не по прямой, как правило, а именно, что немного подиагонали наискосок, что позволяет иногда доджить подобные ситуации. Хотя, выглядело, конечно, достаточно страшновато. Но вторая фаза, хоть с таким высоким таймером, не стала для меня какой-то существенно труднее. Что же будет касаемо третьей, это уже другой разговор, потому что мобов будет спавниться больше, и вот здесь они очень противные. Порой даже я предпочитаю сбагрить митекса на дронов, чтобы разобраться с мобами, потому что они отвлекают и не позволяют себе доджить многие атаки. Особенно это чувствуется в какой-нибудь пицце. Красивый уход в эрке с эрки в мобов, так что митрикс по мне просто не попал, хотя бы находился за спиной, я его даже не видел. Проблематичный бой на самом деле. Долго он длится, 50 минут уже, у митрикса 122 тысячи хп. На прилупе после пятого этапа еще и с прочими усложнениями, типа ослабление отхила в два раза и так далее, звучит крайне грозно. Удобнее всего прокать банды на самом деле на митриксе тогда, когда ты видишь, что у него хп уже должно позволять ему уйти на пиццу, он, соответственно, после обычной атаки не делает какой-то рывок или что-то такое еще, он начинает крутить вокруг себя своим молотом, значит, как раз таки он сейчас упрыгает в центр. Тут я восстановил себе, кажется, дроны медицинского, правда, немного за это поплатился выстрелами. И вот в такие ситуации, если ты брокаешь огненный банд, он немного на нем успеет еще постоять. Иногда я старался на это не то, что пользоваться, но обращал на это внимание. Вот, например, сейчас опять он просто постоял в банде и упрыгал обратно. То есть огненный банд смог раскрыть свой потенциал, свой дамаг именно в такой ситуации. Стараюсь иногда бить их химер, потому что все-таки они крайне докучают, пока мне пицца серьезно проблем не доставляла. Бью потихоньку митрикса, таймер 54 минуты, как видите, бой реально очень долгий. Тяжело его атаковать, еще и моба прессуют вовсю. А если получишь урон, конечно, у меня есть резкий отхил с фрукта, но надо не зевать про его кулдаун, потому что вот сейчас, например, хоть у меня есть те же 5 аптечек, это по факту 2,5 аптечки в обычной игре, что уже, конечно, не так много. Добивая третью фазу митрикса, я на 57 минутах практически получается. Тут по мне еще пицца прошлась. Хорошенько я отхилялся, конечно, но даже не целиком, поэтому вторая атака и пицца, если она по мне попала, то, конечно же, меня смогла бы добить. Очень душный бой становится с этим затмением. Чертовски долгий, проблематичнее ощутимо. Ну, из бандок я его смог добить. 57 минут, четвертая фаза митрикса. Не должна была доставить проблем, потому что серьезных предметов каких-то опасных для меня у меня не было. Опять же, просто прыгаешь и кружишься, как у типичного, не знаю, как голема примерно атакуешь. Плюс-минус то же самое. Единственное, что надо немножечко иногда разворачиваться, учитывать, что митрикс еще и стреляет, хотя редко с этого попадает. Чаще всего меня скорее волнуют шары и слежу я именно за ними в первую очередь. чтобы уходить в эрку или в шифт. Если шифта, то желательно не вниз, как я это сделал сейчас, либо вниз, но с ударом по митриксу, чтобы можно было идти куда-то еще. Но, как правило, после того, ты получаешь банды на митриксе на четвертой фазе, предметы далее добываются вот с такой скоростью моментально. Просто целой пачкой. Четвертая фаза каких-то серьезных проблем в этот раз не принесла мне, собственно. Да и не должна была. По предметам было так совершенно сбалансировано и я его вынес на 58 минутах. Это вы просто задумаетесь. Обратите внимание, насколько вы обычно убиваете митрикса в каком таймере. Таймер жесточайший. Митрикс был очень толстый для этого этапа. Но пока что мы плавно переходим к выводам по этому затмению. Если подводить какие-то итоги по этому затмению, то оно привносит в игру достаточно душное усложнение, ставя игрока перед выбором. Либо он приходит к митриксу в среднем с той же силой, что и раньше, но тогда сам босс будет ощутимо сложнее. Либо наоборот выбирает меньше лутации будет слабее уже сам. В обоих случаях свои плюсы и минусы. Первым босс будет жирным, бить больнее, мова спавнится больше. С другой стороны потенциальный ДПС выше, может быть больше маневра и так далее. Во втором, соответственно, сложность самого босса остается более привычной. Но у тебя тогда по итогу будет меньше предметов. Но я лично для себя давно решил, что таймер многие слишком переоценивают. И формулирую свою позицию достаточно просто. Если ты с этажа залутал все сундуки и золото на выходе толком не осталось, то ты особо ничего не потерял. Ведь все затраченное время ты не стоял на месте, а прокачивался. Конечно, учитывая, что после телепорта ты не тратил оставшиеся деньги тонну времени, а заранее понимал, сколько примерно сундуков осталось и в каком месте. И если ты выбираешь все-таки их залутать, то это лотерея в краткосрочной перспективе. Ведь таймер игры здесь и сейчас повысится. Тебе станет сложнее, а предметы могут оказаться и бесполезными. Зато в долгосрочной перспективе это всегда выгодно. Ведь предметы в дальнейшем пойдут во вторсырье и ты можешь получить что-то полезное в принтерах на выходе. Из изначально, казалось бы, бесполезных предметов. Тут уже сам рассчитывай свои силы, протянешь ты или нет. Хотя при большом таймере порой наоборот бывает такое, что лишь мощные предметы уже могут вытянуть забег, а не попытка со слабым забегом наверстать упущенные по-прежнему скипые предметы. Конечно, если не вдаваться в крайности и не гибербализировать. Лично я иду обычно не спеша. Таймер достаточно высокий. Но проблем я не испытываю, как и редко вижу слабые забеги, ибо предметов получаю много, и в среднем этого всегда спокойно с головой хватает на прохождение игры. Еще надо не забывать про такой момент, что, например, если с первого этажа выйти рано, на втором этаже придется фармить дольше на сундуке, ибо моба плохо спавнятся и дают мало золота. Да, я знаю, что и цена сундуков будет ниже, но прирост золота с мобов идет быстрее, чем повышение цены сундуков. В итоге, чуть позже выйдя с первого этажа, второй этаж в свое время может наоборот зафармится быстрее. В тех же год ранах по итогу вообще все выливается в то, что зачистки телепорта спокойно хватает на лутание всего этажа. Слишком малый таймер на старте, поэтому может заставить куда дольше застрять на другом этаже из-за нехватки золота. А если игнорировать предметы и дальше, забег будет просто беспомощным. Все же игра с келлиц не только со временем, но и с переходом на следующие этапы. В этом есть даже некий кайф баланса сложности и таймера в риску фрейне, и однозначный ответ здесь давать, как по мне не совсем разумно. Ибо мне поначалу долго выносили мозг, что я зря лутаюсь и так далее. Однако десятки раз убеждался, что это оправдано. И сейчас я уже более уверенно могу это заявлять. Конечно и без фанатизма, повторяюсь. Не надо мои слова коверкать потом и возводить в абсолют. И да, тот же бой с Митрисом вышел действительно жестким и сложным. Таймер был уже просто безумным из-за этого затмения. А распоряжаясь золотом я далеко не идеально. Но это уже другой вопрос. Однако мне куда проще с ним сразиться в комфортном сетапе, чем например прийти на 10 минут раньше, но оказаться без маневра, лечения, урона или еще какого-нибудь важного атрибута. А так для себя конечно сами лучше решайте, в каком темпе вам комфортнее и лучше получается играть. Однако если вы застреваете на каком-то этапе игры, обязательно анализируйте в чем была проблема, ведь она может быть спокойной и в таймере, если вы действительно с ним переборщили. И данное затмение для меня соответственно добавляет жесткости к финальному боссу именно путем его усложнения, а не моего ослабления, ведь я предпочитаю фармить примерно такое же количество предметов, что и раньше. А фолиант горы и прочие плюшки, которые позволяют вытянуть забег по таймеру до уровня забегов без этого затмения, попадаются не в каждом забеге. Ну и вот такие получились у меня статы в этом забеге, если кому-то конечно же интересно. По предметам вышло достаточно сбалансированно, но немного не хватало проков для урона. Плоский урон был неплохой за счет пули и прочего, но какие-нибудь эти джи были бы очень в тему. В седьмом затмении добавляется на самом деле еще более жесткое усложнение. Время восстановления у врагов минус 50%. Имеется ввиду откаты у их навыков. И изначально у меня не было серьезных опасений насчет этого затмения, и я не знал насколько это отразится в забеге. Как и честно говоря, при просмотре мне кажется это воспринимается и близко, не настолько жестко, как при самой игре. Для каких-то мовов это толком ничего не изменит, а некоторые наоборот станут намного опаснее. Поэтому во время нарезки этого затмения рекомендую обращать внимание на частоту спама атаками у большинства монстров, насколько агрессивнее все будет ощущаться и восприниматься. О чем-то я, конечно, дополнительно расскажу. А итоговые выводы по этому затмению будут также по его завершению. Мой забег в седьмом затмении начался с более предпочтительной для меня локации. Просто потому, что она мне как-то визуальнее и приятнее ощущается. Первым предметом снова бензин по классике. Не знаю, как мне так на него везется старту, но ничего против я, собственно, не имею. Вторым предметом наплечники берсерка из белого сундука небольшой фанат я этого предмета, но на самом деле немножечко здесь я даже местами переосмыслил его пользу. Ломик я выкинул, потому что на этом этапе он мне тем более вряд ли пригодится. Нашел я здесь еще и ногу. Дело в том, что бензин с наплечниками берсерка, особенно где-нибудь в начале, добавляет тебе очень хороший профит, потому что бензин гасит толпы и толпа легко прокает наплечники берсерка, что поначалу бывает делать проблематично. Не так часто он срабатывает у меня в принципе, но конкретно вот в таких ситуациях, когда набирается какая-то толпа врагов, подхила никакого у меня не было. Тем не менее, вынес с ним одного моба, вынес из толпа и наплечники включились и пошел просто крушить. На самом деле, я небольшой фанат и скорости атаки за мерса относительно. Именно такой, которая встроенная, потому что она ослабляет твой ПКМ для передвижения, она делает шифт не таким удобным, слишком резким и не так удобно им проносить третью атаку ЛКМа. Нашел я там и зубы из принтера, решил самособы взять пару штук. Взял я себе там, хотел взять точнее и активку, но заметил ее слишком поздно. Нашел здесь бронепластины, прямо такая у меня троица топовых белых предметов. И тут рядышком была, собственно, еще и активка. И в качестве активки мне попался интерфейс окуляра. Как раз таки это активка, о которой я говорил я в прошлом забеге. И тут я нашел золотой алтарь. И я подумал, почему бы, в принципе, и да. Стоит он 535. Очень дорого он стоит всегда, само собой. И сразу это говорю, что это не стоит того, тем более, в затмениях. Точнее, именно в затмениях это того точно не стоит. В обычных забегах когда как. Я предпочитаю туда ходить просто потому, что это фаново и интересно. Красивое уничтожение и использование, в том числе и бензина польза. От него просто здесь очевидно. Просто здесь, во-первых, я получаю меньше золота. Требует алтарь целую кучу, я его активировал. Но таймер 12 минут, и я только пришел к телепорту второго этажа. С не то чтобы сильным каким-то забегом по предметам, со стабильным, который имеет много отхила, но все-таки таймер жесть. И жуки, кстати, говорят одно из первого, на чем можно прочувствовать седьмое затмение. Дело в том, что их волна имеет кулдаун в 8 секунд. Соответственно, с этим затмением должна иметь 4, и они должны запускать ее ощутимо чаще. Ближняя их атака имеет кулдаун в 3 секунды, но я не уверен, что они будут двигаться с такой частотой. У дюнохода, его статов, к сожалению, я по кулдаунам не нашел, на вики это было не написано. В целом, я с ним справился более-менее адекватно, хоть какое-то время он меня затратил, но зубы делают свое дело, проблем с ких-какой каких-то у меня не было, в принципе. И с него я, собственно, получил там какой-то еще предмет, только гюлотину. Немного я поутался, и на 15-й минуте практически я пошел в золотой телепорт. Золотой алтарь обычно, божественный берег, не доставляет больших проблем на этом этапе игры, но не в этот раз, потому что все-таки таймер большой, плюс еще затмение, и мне выдала игра пачку големов, одного элитного, несколько обычных, большого виспа, еще и лемурианца, старейшину. Старт, конечно, очень жестокий, просто вы посмотрите на это количество прицелов, что мне пришлось аж отступить, потому что меня просто уничтожали, и зубы меня здесь не спасали. Решил я здесь переждать недолго, потом все-таки решил предвизиться, поскольку собрались на такой толпой приятной. Тут я shift не рассчитал, и не успел третий раз использовать, и за что чуть не поплатился смертью. И сейчас просмотрите, как у меня мало хп, и просто обратите внимание на то, как оно восстановится за счет зубов, поскольку враги дописались много тоненьких, просто моментально практически фулл хп. Как работает пара зубов? В обычном забеге так работает, соответственно, одна, одни зубы чисто, потому что отхил у нас снижен вдвое. Если говорить о самых лучших предметах белого качества, которые в одном экземпляре вне носят максимальный профит, то я бы однозначно для себя выбрал бронепластину, зубы и бензин. Просто желанная троица в каждом забеге. Даже кристалл поначалу мне даст не настолько много профита, как один из предметов, как один из этих предметов, если касаемо затмений, конечно, говорить. Не в затмениях, мне та же бронепластина меньше нужна, хотя тоже я ее обожаю, собственно. В принципе, наверное, один из лучших предметов белого качества. Конечно, есть очки, я знаю, там есть шприц для многих персонажей, хорошие предметы, но они не настолько сильно себе зарешают. Те же зубы полностью решают проблемы с отхилом. Бензин с толпами. Бронепластины, в принципе, сильно снижают урон по тебе. Активировал я все столбы, начал фигачить из-за титана, специально оставлял бобов на вторую его фазу, когда он станет опаснее. Для того, чтобы бензин здесь попробовать, правда, не скажу, что это много профита все-таки унесло. Дамага не хватало, и я чувствовал, что не успеваю его добить, и, собственно, он включил блокировку урона снова. Не успел я все-таки пройти его за один проход. За одну, собственно, фазу уязвимости. Пришлось отступать, и тут я начал чувствовать седьмое затмение, про которое я до этого немного забыл. Дело в том, что он начинает лазером спамить намного чаще. Хоть у меня была бронепастин, но и лазер сам не особо опасен, тем не менее, ракеты, которые он выпускает, бьют ощутимо больнее, поэтому стоять на прямой наводке, конечно, не стоит. Смотрите, он только ударил недавно буквально этим лазером, я толком ничего не успел сделать, и он заряжает его снова. Дело в том, что у него кулдаун 20 секунд целых. Соответственно, на седьмом затмении становится 10. И это просто огромная разница. На шипах его из земли кулдаун изначально 10 секунд. То есть, как и должно быть, наверное, у обычных титанов аналогично. Становит, соответственно, в два раза чаще, и он чуть ли не чередует эти атаки. Спамят на ее просто без конца. И здесь я, конечно, почувствовал, насколько агрессивнее все стало. А мне игра сверху наваливает еще и парочку големов. Который настолько жест из-за седьмого превращается на этом этапе игры в реально непростое испытание. Опять я выманил с удомовов. Они здесь очень тупенькие и любят обходить это место туда-сюда. Поэтому тут очень удобно держать линию обороны. Опять же, как я и говорил, толпу титанов выносить порой бывает даже проще, чем поодиночке как-то их. Снова я активировал пазу его уязвимости, но не успел его атаковать. Он опять спамит своими атаками. Пришлось мне немного пережидать. в инфреймах отшифта. И в этот раз, конечно, у меня по рвюмам уже добить его никаких нет. Покупаю я обратно собственно своего дрона, который здесь впал. И получаю семя безнятежности. Опять же, ребят, это четыре предмета и в отличие от воида я считаю корректным использование этой локации. Потому что я все-таки получаю предметы не на халяву, хоть таймер здесь тоже не растет. Я получаю четыре предмета ценой не знаю, x20, наверное? Или x10? Сколько там золотой телепорт стоит, я не помню. Снова красивое использование бочек. Получается, что мне пришлось целую кучу времени провести, чтобы его активировать. Получаю, конечно, желтый пигмент, который не стоит сильно решает. Но это вам не воит. Поэтому тут я думаю, что все корректно. Можно, конечно, злоупотреблять и бесконечно качаться в той локации, но я, естественно, так не делаю. Третий кристалл средоточие с уроном уже, в принципе, так более-менее адекватно. Единственное, что не хватает, конечно же, сильно проков. Магмовый червь появляется и у Затитана, конечно, как и у всех союзников, будет только половина хп при респе. В принципе, кажется, не так уж критично, он все-таки толстый. Да, просто безумие. Казалось мне, изначально. Здесь у меня и огненный титан попался, и другие мобы, которые чаще атакуют, и огненный червь, который постоянно по нему попадает. Чаще ли он выпускает свои шары или нет. И Затитан умер на первой половине телепорта на третьем этаже. Казалось бы, столь жирный жирный союзник, а даже здесь он помер. При этом медицинский дрон у меня вполне себе декватно живет, потому что просто его никто не атакует. Все-таки зачистил я телепорт и получил первый свой бант. Пригодится, потому что до этого у меня дико не хватало проков. По-прежнему я не умею пинговать издалека, ни хрена я не могу попасть. Хоть я прохожу уже достаточно глубокие затмения. Открыл здесь парочку сундуков, получил липкие бомбы и еще и очки. Тоже, в принципе, пригодится, но такое более плоское повышение урона. Энергетик и грибочек увидел здесь дрона и подумал, что ради дрона стоит накопить, потому что я здесь вижу виспа, тут еще где-то был бизон. Золота должно было примерно хватить. А дрон того стоит и может со мной остаться и до Митрикса дожить. Как я уже говорил, они у меня выросли в пользе, если смотреть именно на прилупе для Митрикса. И здесь начинаются уже реально за жесткие усложнения. Я активовал от арбитвы. Посмотрите на то, как часто атакует колокол. Просто без лишних слов. Раз заспамил, два создал сразу же шары. Он их выкидывает и сразу создает обратно. Когда он их создал, это уже значит, что он начал свою атаку. Информации по кулдаунам у колоколов я не нашел. У больших биспов же кулдаун написано было 3 секунды. Соответственно, здесь они должны спамить наверное чаще свои атаки, тоже не уверен на самом деле. Поскольку все-таки есть и анимация ударов, например, у обычного ремурианца с атака 1 секунду кулдаун умеет. Я не уверен, что они могут спамить этим чаще. Пошел я фигачить здесь голема. Здесь на самом деле агрессивность этого затмения начинает реально сильно раскрываться. И даже дело не в том, что могут в 2 раза чаще атаковать, да, и от них... Во-первых, труднее получается их доджить, труднее атаковать. Они в целом, у них сильно повышается их потенциальный ДПС. А добавок еще нехватка лечения в затмениях становится все вот это вместе как суммируется, складывается, оказывает крайне жесткие усложнения. Хоть сейчас я в этом мало можно внимания уделяю. Например, те же крабы, кстати говоря, с миномета своего стреляют каждые 5 секунд. Изначально кулдаун у них 5 секунд. Становится, как я понимаю, что 2,5. Прямо, кстати говоря, на то, чтобы уйти в землю, у них кулдаун 3 секунды. Забавное тоже считается их навыком. Снова магмовые черви в этой прасе уже несколько на телепорте. Но зона, в принципе, такая более удобная, я бы сказал, более открытая немного. И плюс еще мне перед телепортом выпали виспы, которые сейчас просто шикарнейше себя показали, шикарнейше взорвали все. Выпала колючая проволока, которую даже во вторсырье можно было бы сдать, на самом деле, потому что на Митриксе она мне не особо нужна, хоть так в целом я обожаю этот предмет. Виспы просто красота. Жаль, что попадались немножечко поздновато. И вот еще один показательный момент, что делают механизмы. Однако механизмы... Раньше я не особо боялся замерз, а сейчас старые опаснее. Пропустил я здесь красный предмет случайно, хоть он мне не особо был нужен, а взял я крайне полезный предмет, топливную лотарею. Но тем не менее, я здесь просто не среагировал. Хотя вижу такой красный предмет в адаптивном сундуке, понимаю, что там редко попадается. Вижу, по-моему, второй раз всего его. В конце решил прожать я от орбиты, потому что я видел сундуки, которые я хотел открыть. Титаны тоже, соответственно, спамить начинают чаще. Но, конечно, наверное, самое ощутимое изменение это пока что у механизмов, которые просто стреляют без перерыва. И мне обратно все-таки попался тот предмет, который я пропустил там случайно. Космическое настольное растение. Купил я и дроны здесь. На самом деле предмет не особо нужен для метрикса, но в то же время на третьей фазе иногда он все-таки помогает и с ним грамотно пользоваться. Сдал я некоторые предметы во вторсырье и решил, что пара слезняков мне, в принципе, пригодится, потому что на метриксе атаковать его труднее. Соответственно, я чаще буду находиться, возможно, вне боя. И слезняки хоть как-то будут работать. Красиво на пятом этаже я сразу линулся за червем, просто не отпускал его. Но и злотворять с ним не стоит, потому что слишком много времени можно потратить, пытаясь бить чисто его. Побил его, пока он там к себе тусуется, атакует других мобов. Перепелку нашел, шикарный предмет, возможность замерся вдвойне, потому что возможность резко добавить себе импульса движения в воздухе просто бесценно изменить, поскольку перепелка работает и на его дополнительный прыжок. Здесь забавно, снова колобок, которого проще всего толкать, так, и я его вышвырнул просто хрен знает куда. На самом деле, это было плохое действие, хоть он мне теперь не страшен, но я потерял потенциальное золото, которое он мог принести. Надо было, конечно, его толкать в стену, но что-то как-то не то, что я не подумал, просто не рассчитал, наверное, так. У ревочков, кстати говоря, кулдаун на их выстрел 10 секунд, здесь они должны спамить тоже начать чаще, хотя, опять же, когда вот я это смотрю, для меня это не особо понятно. Это ощущается, и очевидно, тогда, когда ты сам это играешь и чувствуешь прямо, что тебя зажимают жестче. Тот все там еще летает, старший, и снова попался, снова вне зоны телепорта. И здесь у меня попался еще и галет, это самый, как его, огненный колокол, от которого я пытался прятаться именно за родителем, просто прятаться за его спрайтом, передвигаться до сюда, однако у меня есть было и даже парочка. Честно говоря, я тут подумал, что ну его нафиг, я отсюда пошел, я не боялся огня от родителей, я мог его спокойно добить, но я понял, что он для меня будет гораздо безопаснее, гораздо лучше, если родитель просто всех испепелит. Я просто предоставил ему возможность разобраться с другими монстрами. Поэтому я говорю, что это один из самых халявных боссов, наверное, потому что какой бы всратой себе телепорт ни был, он себе его сам зачистит в конце концов. Правда, здесь, конечно, он опять сразу начинает спамить своим огнем, не уверен, может ли он так делать без седьмого затмения, или здесь тоже влияет задержка. Снова выпадает мне плануло, частенько она выпадает, надо обратить внимание. Красиво так прохожусь через грибочки, открываю сундук, в шифте, очередной получаю кристалл, уже их четыре, и я решил сбагрить всякие предметы, которые работают от убийства, например, как брошка, бензин. И в награду за это я нашел принтер пуль, который решил по максимуму набрать, много их не будет. Тот все там еще летает. Собственно, пули хоть и плоский урон, но мне это пригодится для босса, для финального. Забавно, как по другую сторону от меня идут такой колонной грибочки, машут как-то своими головами, не знаю, аж залипательные, как-то это так выглядит. Ну и до этого, конечно, даже если бы я захотел, я бы не смог просто никак долететь. В красном предмете пришлось брать себе маску, я надеялся, что-то я более полезен, но здесь был вариант либо мозгожор, либо маска. Мозгожор ничего не сделает на Митриксе, маска хотя бы может заспавнить союзника, иногда даже на четвертой пазе она мне сильно помогала. Ну и добраться в этот раз у меня тоже проблем каких-то не было, потому что было очень много маневра. Два энергетика, три ноги, парочка красных плеток к тому же еще. Не уверен, я в этот раз добрался до него, но вот что-что Амитрикс становится максимально всратым с этим седьмым затмением, если до этого он был дико душным из-за таймера, быстрым, из-за чего его трудно поймать, из-за этого начинал сцениться больше какой-то разовый урон, нежели просто плоский, которого у меня как раз таки много. Все-таки 10 пар пуль, 4 кристалла, однако урон не чувствовался. Большой таймер, нехватка проков, каких-то ракет сильно ощущалось. И просто весь бой с Амитриксом следите за тем, насколько часто он мупит. У него просто не нет времени на отдых, он туда-сюда мотается, его вообще не поймать. Просто посмотрите, он без остановок, при этом информации о его каудаунах на Вике я тоже не нашел. Единственное, когда его можно нормально атаковать, вот так, когда он собирается упрыгивать. Потому что, как я и говорил, он маше своим молотом, и в это время ты можешь спокойно его побить. Причем у меня было ощущение, что он даже сваливать начинает наверх гораздо быстрее, потому что раньше мне казалось, что он именно по ХП уходит. Сейчас я даже не уверен. Мне казалось, что он реально начал намного чаще, быстрее. Гораздо больше раз он в центр за все свое здоровье у меня попадал здесь. Если на первой фазе это ничего страшного, то на третье можно противно. Что же касаемо Химер, мне трудно сказать, как изменились наземные Химеры и воздушные, но что точно я почувствовал, как изменились мелкие Химеры, потому что они стреляются и выстрелят просто постоянно. Практически нет никакой задержки между ними, у них практически постоянный пулемет. Вот это крайне неприятно. Появилась у меня Лунная Химера у меня на помощь. Правда, она быстро помирает, если более, что у меня половина ХП всего лишь. Поэтому маска, конечно, здесь была крайне неэффективна все-таки. Сразу начал бой с хорошего прока бандов с критами и, опять же, мелкие Химеры просто душат, постоянно спамят атаками. Митликс, благо, там немного отвлекся не на меня, на дронов, судя по всему. Хотя медицинские его плохо отгоняют. Выкинул меня в воздух. Я мог бы здесь, это входило мое условие, поэтому мне пришлось... Кстати, я просто про него красиво пробежался и спрыгнул вниз, хоть у меня было далеко не все ХП, но восстанавливаюсь его, рада что-либо в бою, либо как-то пытаться отходить. Как его поймать? Он ушел вроде в одну сторону, оказалось, что уже в воздухе еще пару рывков и снова атакует. Просто как полное безумие выглядит. Я не знаю, тут мне кажется, комментарий излишний. Здесь я как-то не заметил его волну, думал, что он позже ударит, и она четко по мне прошлась. Сняв все ХП, практически пытался переждать его пиццу в инфреймах во время атаки моба. Агрессивно с ним разбирался, потому что потом он мне будет сильно мешать. Дрон немножечко здесь подхиливает, но, конечно, лечения мне дичайшее не хватает. Зубы, которые у меня есть, сильно не помогают. Одна аптечка, пара слезунюков, аннула. Зато помогает семечка, которая, конечно, можно вот таким образом использовать. Настальное растение, точнее. Единственное, что надо не забывать, что надо все равно двигаться, конечно. Опять он у меня упрыгивает. Я не знаю, сколько раз за бой он у меня ушел в центр. Раз 10 или 12, я не знаю, серьезно. По ощущениям, уходил просто постоянно, гораздо чаще, чем обычно. Не из-за того, что я его как-то быстро дамажил или что-то еще такое. 49 минут, при этом бой постоянно в напряжении идет. Монетка. Не знаю зачем, но почему бы не взять тоже. И жесткий таймер. Большой урон. Мобы душат. У них повышена атака. Еще и птицы я снова отхватил. Аптечка мне практически ничего не захиляла. 100 хп и долго приходится с ним проводить. Спасли меня из мишки. Все-таки не зря я их тоже не скидываю никуда. Хоть не самый стабильный предмет, но тем не менее регулярно так он спасает положение. Мелкие химеры, наверное, цель номер один становится здесь на этом этапе. Воздушные на третьей фазе появляются очень-очень редко. Если от паука нормально можно убежать, еще более-менее, то мелкие быстро бегают из-за четвертого затмения и атакуют их дико-дико быстро. Доджить от Митрихса и от них просто нереально трудно. Благо, хотя бы дроны у меня пока что адекватно живут, и когда, конечно, они парочкой хеляют, это неплохо. Странно по мне сейчас попала волна, заблокировалась мишкой. Она как-то врезала сначала в колонну, а потом бац, пошла дальше. Здесь я неграмотно рассчитал расстояние и отхватил от пиццы снова. Опять он делает какие-то рыбки и так далее и постоянно улетает в воздух. Буквально каждое вот такое движение, когда Митрикс на меня делает рывок, если буквально эрки или шифта у тебя не будет, или ты на полсекунды ошибешься с таймингом, то тебе прилетит урон. А когда у тебя мало здоровья, то он, конечно же, летальный. Красиво проскочил мимо атаки. Дрон у меня там чуть ли не умер. Скорее всего, от пиццы как раз-таки. Абсолютно эту жесть. Сколько спавнится мовов на прелупе, с которым ты толком ничего не можешь сделать. И в столь дискомфортных условиях приходится еще как-то с ним сражаться, при этом попасть по нему крайне проблематично. Какого-нибудь конденсатора для более легкого ввода урона не со своих навыков у меня нет. В воздухе бывает удобно его иногда атаковать, потому что он в воздухе не столь мобилен. И наконец-таки я добил его третью фазу. Без сомнения могу сказать, ребят, что это был самый трудный бой с Митриксом на данном этапе, который я когда-либо видел. То есть он стал реально трудным. Я не знаю, насколько это ощущалось вот так в нарезке, например. Но это просто было дико трудно. Это постоянно напряжение находился. На четвертой фазе он тоже начинает гораздо чаще атаковать. Посмотрите, как часто он стреляет со своих игл. А как часто он сейчас будет спамить шарики. Тоже обратите внимание. Он только запустил одни, запускает уже следующие. Предыдущие еще даже вернуться круг сделать не успели. Это тоже все очень сильно чувствуется. За дитана не скажу, что он мне сильно помогал, но он немножечко хотя бы прикрывал меня от атак Митрикса. Четвертая фаза здесь стала реально ощутимо опаснее. Хотя все равно, конечно, до третьей ей далеко. Третья была просто реально настоящим испытанием. Вот здесь я снова почувствовал Митрикса как реально сложного и опасного босса. Ну а пока забег потихонечку завершается, я перехожу к выводам и моим мыслям касаемо этого затмения. Что же о выводах относительно седьмого затмения, то все было наглядно видно в самом забеге. Все стало значительно сложнее и воспринимается намного агрессивнее и даже неестественно. Особенно в сочетании с повышением скорости бега у монстров с четвертого затмения. Мобы носятся как угорелые так еще и спамят атаками в два раза чаще. Напоминает забавное зрелище как когда мобам с артефактом эволюции или в войде дают камеры жесткого излучения которая добавляет пару шифтов и срезает их в кулдаун. Ведь да, у некоторых мобов тоже есть шифты и те же родители начинают телепортироваться намного чаще и агрессивнее насколько я помню. А здесь у нас у монстров все их действия получили порезку кулдауна в два раза. Злотитан летейший спамит шипами постоянно заливает лучом как и обычные станы в принципе. Старейшины лемурианцев чаще запускают свои шары ведь на них у них был кулдаун в пять секунд. У колоколов на вики я не нашел информации по откату но по-моему они буквально самый наглядный пример того что делает седьмое затмыние. Про других монстров уж вспоминать не буду однако если с колоколами еще ладно то Митрис превращается в какого-то долбанутого психа который бешено носится по арене и лупит своим молотком просто без передышек. Так еще и в центр начинает упрыгивать ощутимо чаще а на третьей фазе это чревато атакой пиццы хотя изначально я думал что он упрыгивает лишь исходя из потерянного хп. В итоге получается что Митрикс постоянно машет разными ударами а поймать его самому крайне сложно. Я уже молчу о том что за мили персонажа держаться рядом с такой психованной штукенцией просто стрёмно тем более что каждый плюх отправляет хп в долгий нокаут из-за порезки лечения в два раза да и даже химеры особенно мелкие начинают сильнее душить и спамить атаками а учитывая повышенный таймер от предыдущего затмения это все имеет крайне жесткий накопительный эффект о котором я говорил еще в начале затмений но именно с 6-7 затмений все это начинает раскрываться и принимать резкий оборот какие-то советы я здесь затрудняюсь ожидать разве что теперь еще больше ценятся предметы с разовым резким уроном как тоже ледяной банк ведь атаки наносящие стабильно но понемногу урона стали еще менее актуальны ведь использовать их сложнее так еще и менеджмент эрки и шифта также затрудняется ведь уворачиваться требуется теперь чаще да, многие атаки у Митрикса бывают промахиваются сами собой однако в целом он все равно стал существенно труднее чем раньше а какой-нибудь модуль восхищения с плавами особый босс Зова Сирены судя по веке становится практически неубиваемым обычными способами ведь начинает спамить свою защиту просто без конца почти все время находясь в ней и лишь обновляя ее вообще даже в обычной игре с таким жестким таймером на Монсуне крайне проблематично и далеко не всегда удается убить Митрикса после пятого этапа да что уж тут говорить час это не самый лучший результат убийства Митрикса сверху наваливается еще и такая пачка усложнений однако на этом еще далеко не все ведь впереди нас будет ждать еще более жесткие усложнения как обычно ребят если кому интересно то вот такие статы были в этот раз возможно потом я сравню статы всех победных попыток в затмениях в том числе из интереса в сравнении с восьмым но и это последнее затмение добавляет такое усложнение как то что союзники теперь получают постоянный урон лично у меня первое в голову приходило что на нас будет висеть дот вроде вечного кровотечения и будет контриться либо бронепластиной либо хотя бы лечением и в особенности дриадой по описанию свики я сначала совершенно не понял этого эффекта и что он на самом деле делает узнал лишь когда решил попробовать его пройти и скажу сразу такого усложнения я не ожидал увидеть и даже поначалу потерялся от осознания этого предстоящего звездеца кто знает его усложнения тот думаю понимает о чем я говорю особенно в контексте мили персонажа ну а на этом ребят на сегодня мы с вами заканчиваем надеюсь что вам понравилось и было действительно интересно посмотреть и хоть затмение эрора интересует не столь большую аудиторию у меня на канале а видео по ним требовали тонну усилий мне и саму как-то хотелось сделать подобное прохождение и плейлист что потом это можно было даже порой вспомнить да и не говоря об эмоциях которые у меня были во время прохождения и особенно радости от победы ведь это одно из немногого что я действительно могу назвать более-менее сложным для меня хоть и с одной оговоркой конечно ведь контекст их прохождения может быть разный может выпасть им базобег в котором они серьезные трудности бы не доставили но конкретно здесь такого не было и мне было куда приятнее интереснее осилить это не просто сломанный имбой для галочки чтобы потом говорить мол я прошел восьмое затмение и хоть в этот раз затмения мне и дались относительно быстро с первых же попыток если не считать слив на шестом на первом же этаже тем не менее это скорее просто от того что я немного привык к мерсу и в целом к игре ведь обычно я играл один или два раза в неделю в конкретную игру по одному забегу или около того да еще и комментировать здесь попутно не требовалось поэтому я просто скорее вошел во вкус а поначалу играл на более казуальном и привычном для записи уровне хотя даже на шестом и седьмом затмениях я позволял себе попутно смотреть видео с телефона да да даже здесь я не был бы прямо идеально сосредоточен хотя после пятого этажа все же ставил видео на паузу на восьмом затмении же все будет намного жестче и там я уже буду вынужден полностью сосредотачиваться именно на игре не слушая каких-либо видео попутно или еще чего такого усложнения от этого затмения я совершенно не ожидал хоть и на середине всего прохождения прочитал его эффект однако совершенно не понял и думал что у меня будет просто постоянно носиться урон однако все сделано жестче и о таком усложнении я даже и не думал Кто знает и понимает о чем речь, должны предвкушать его суровость. Тем более заменили персонажа, который постоянно находится в гуще событий. На этом же все. Всем спасибо за просмотр, ожидайте выхода последнего затмения, а также полного забега на нем. Подписывайтесь на канал и не забывайте оценить видео, это будет большая поддержка. Оставляйте комментарии и пишите свое впечатление или опыт от затмений, будет интересно почитать. Вступайте на сервер в дискорде, если хотите пообщаться. Ну а я желаю ребят всем хорошего настроения, такого же дня, всем удачи и до новых встреч. Всех кусь-кусь, всем пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok